Инспекторы по делам несовершеннолетних сталкиваются с нештатными ситуациями ежедневно, по долгу службы. И чаще всего увиденное вызывает шок. На этот раз сотрудники полиции совместно с городской комиссией ПДН побывали по одному из адресов в поселке Инском. Ужасный запах ощущался уже в подъезде. Когда вошли в квартиру, сразу стала ясна его причина. В ванной грязная вода, видимо стирка в последний раз здесь была несколько месяцев назад, мусор, немудрство и лукаво, хозяйка просто бросала на пол. Но самой показательной стала обстановка на кухне. В квартире, где живет 4-летний ребенок, отсутствовали даже признаки еды. Лишь остатки застарелой трапезы на столе, в пустом холодильнике несколько разбитых яиц, да почерневшие макароны на плите. По словам матери, их она готовила месяцев пять назад. Ребенок не ел несколько дней. И купаться в постели, условий никаких нет у ребенка. Эта семья состоит на учете уже с 2011 года. В 2012 году, в начале года, она была, мама, ограничена в родительских правах за те же самые нарушения, то есть не предоставляла условия нормальные для воспитания и роста ребенка. Она была ограничена. По протяжении, когда ребенок находился в госучреждении, она трудоустроилась, навела порядок дома, создала все нормальные условия и ей вернули ребенка. Но прошло всего четыре месяца, и женщина вновь бросила работу и вернулась к привычным условиям жизни. Удивительно, но сорокалетняя беловчанка не пьет и не употребляет наркотики. Правда, ребенку от этого не легче. Соседи, постоянно видя мальчика одного на улице, не могли с этим мириться и обратились в ПДН. Что заставляет женщину, мать двоих детей, старший сын живет самостоятельно, вести себя так по отношению к младшему ребенку? Патологическая лень, достигшая космических масштабов, отсутствие сердца и материнского инстинкта – это еще предстоит выяснить. В любом случае, эксперименты на выжимаемость на ребенке ей ставить больше не дадут. Сейчас малыша поместили в социальный приют, а в отношении матери решается вопрос о лишении ее родительских прав.